Встреча с Аэропортом Один танк уничтожен После боя военные корреспонденты Министерства обороны Донецкой Народной Республики наблюдали, как увозят раненых ополченцев и, к сожалению, одного двухсотого. Примерно в это же время была произведена ротация с нашей стороны. В следующие сутки по аэропорту и прилегающей территории в отместку били из РСЗО. Командиры Сомали и Спарта, Гиви и Моторола, по привычке уже не обращают на это внимания. Лишь изредка кричат на бегающих вокруг журналистов, чтобы прятались в безопасное место, а сами равнодушно пьют чай под свист минометов. Когда ты вырос с горячей водой, то не хочется ее потерять. Когда ты вырос с горячей водой, то не хочется ее потерять. Это хорошо для здоровья. Особенно ноги. Они никогда не будут вонять. В перерывах нам удалось пообщаться с Диви. Скажите, пожалуйста, сколько процентов аэропорта сейчас уже в руках ополченцев? 99,9 или, как бы я по-другому сказал, 125. И почему этот аэропорт так важен за ополченцами? Потому что вот отсюда и стреляют, и стреляли украинские войска или почему? Чем мы дальше отгоним их от аэропорта, тем более люди в такой не живут. Поэтому так важно. Как вы думаете, когда будет окончание боевых действий? Когда будет осваивать авиас-аэропорт и Авдеевка? Ну, Авдеевка – это дело времени. Будем ждать приказ министра обороны и главнокомандующего для наступления. Мы в данный момент выполняем Минский договор, в отличие от украинских властей. Поэтому мы стоим на месте. Было бы не было этого Минского договора, я пошел туда был под Славянском. А Минский договор предусматривает и перемирие, а вот здесь нет перемирия? Это неправильно, потому что вы сами видите, что по нам стреляли одним из стрельбов. Мы отрабатываем зачистку, а не больше. Каждый день появляется... Например, вчера у нас было два прорыва, попытки прорыва зайти в аэропорт со стороны Украинских властей. Этот прорыв производился со стороны поселка Подельное и со стороны поселка Пески. Эти две атаки были удачно биты. Уничтожено 6 единиц техники. Отпады из этих 6, одна единица успела руки. Помоги дели просто, не уничтожили, к сожалению. Расскажите, пожалуйста, вы сказали, что вы родились в Иловайске. Мы снимали Иловайске сразу после окончания боевых действий. Вы воевали в Иловайске, вы освободили Иловайске или как там? Да, Иловайске в начале защищали мы. Моя рота, мое подразделение. Мы к нам присоединились в мотору. Мы две недели удерживали атаки. После этого перешли на скупление, зажали их, взяли в окружение. Очистили город Иловайске, делали зачистку. И потом переначали продвигаться дальше. Оборудка. Гиби, а можно сказать, что вы здесь нуждаетесь в людях, в бойцах? У вас достаточно? У нас достаточно достойных людей, люди достойные, которые действительно могут все иметь. Но самое главное, что они уверены в себе, уверены в командовании. Это очень важно. Поверьте моим словам. Мы с Матерой не герои. Герои – это наши люди на передовых. Наши артиллеристы, наши минометчики. Наши пулеметчики. Скоро будет зима. У вас есть сейчас одежда за зиму. А ваше возрастление хорошо приготовлено за зимские условия. Да, мы готовы. Мы готовы встречать зиму и весну, но все равно. Война будет продолжаться столько, сколько и должна продолжаться. Пока мы не очистим Донецкую народную республику от нацистов. Еще вопрос в продолжение моей темы. Забыла, что хотела спросить. Бывает. На этот раз мне удалось выехать на полосу в сопровождении Гиви и его бойцов и посмотреть на все происходящее своими глазами. Один танк вонючий, который сейчас катается. Он находится за новым терминалом. Он сюда даже не показывается. А ну, вот новый терминал. Покажи, где он ориентируется. Вот новый терминал. Дайте я суть чувствую. Да подожди, стой. Здорово. Здорово. Этот, смотри. Вот там новый терминал. Он вот так идет. Новый терминал. Вот сюда старый терминал. Вот. Вот этот переход. Вот он идет. Он, сука, вот здесь где-то катается. Вот здесь вышка, вот здесь за новым терминалом, да? Да. Вот здесь возле вышки. Он к нам не выезжает вообще. Да пойди, я вот с той стороны хорошо должна быть видеть. Да. Да, да. Ух. А где было? Да, я добью. Ну да, а на, малой, иди добей. Добей. Маньяк. Сказать, что было страшно, не могу. Да. Нет. До того момента, пока на обратном пути машина не заглохла посреди аэропорта. Знаете, надо приостановить. Стой, стой. Ну, приостанови. Вот тут. Вот здесь эту машину. Заныкайся. Буквально на минуту. Сука. Сука ты. Заглох. Теперь 4 минуты ждать. Открой дверь, пожалуйста. В смысле 4 минуты ждать? 4 минуты. Он не заводится теперь. К моменту возвращения на позиции вблизи аэропорта нас вновь стали обкладывать из тяжелых минометных орудий. Но это не помешало общению журналистов с командиром отдельного батальона Сомали Гиви. Еще раз. Если парни, бойцы захотят попасть именно в ваш батальон, что им для этого нужно сделать? Если они уверены в твоих силах, если они отважные могут даже сказать слово безбашенные. Иначе будем рады их видеть. Гиви также прокомментировал слухи о потерях со стороны ополченцев в районе аэропорта. Здесь столько людей, как они перечисляют. 700, 1000, там миллион. Не было здесь столько людей. Они дают сведения. Каждый раз, я даже его наслышан, правда или нет, мне позвонили, сказали по 1 плюс 1 Украинскому каналу шла бегущая стака почти целый день, что Моторола погиб, я тяжело ранен. Мы сдали аэропорт, отошли. Вы же прекрасно видите, что здесь происходит. Я живой, здоровый. Слава Богу. Моторола тоже, дай Бог, ему 100 лет жизни. Ты можешь сказать какие-то реальные цифры? Действительно сколько? Реальные цифры? Да, я могу вам сказать. 27 человек погибших. Это честно, откровенно, не скрываю. За какое время? За время? Ну, три с половиной недели. Ну, не так, как они пишут, что при первой атаке мы потеряли там чёртову тучу людей. Это ложь. Это правда ложь. Это было в Айске было, вспомните. Они писали там, что у нас там защищает 500 человек. А у нас было всего 100 человек. Потом Моторола к нам присоединился. Так же и здесь. Понимаете, аэропорт для них теперь вообще стало дело принципа, когда здесь оказались я и Моторол. И Лавай до сих пор не могут простить. Ну, я обещаю, это не последнее, что мы взяли. Сколько процентов это 27 человек от вашего подосновения? Ну, это будет тайна. И такой же, поймите, также имеет, поймите, если мы возьмём аэропорт, отгоним их от Донецка, сюда можно спокойно самолётами открыть воздух. Это транспорт, который будет летать, транспорт, который будет передвигаться. В данный момент воздух закрыт на Донецкой Народной Республике. И могу сразу сказать, что, когда будет работа под нашим контролем, мы его восстановим. Потому что он очень сильно повреждён. Тяжёлые архиллерии у Кальских властей. И будет работать опять в зале. Я думаю, средства нас хватит, чтобы это всё восстановить. Я верю в нашу Республику, я верю в наше правительство. Верю в министра обороны, а именно у Захарченко и Команова. Кто действительно толково и умело командует нами. Которые толково и дают чёткие приказы. А не вот этот вот маразм, который показывают и рассказывают. И хочу обойти ко всем, кто поливает Захарченко и Команова, что это ложь. Никого Захарченко и Команова не трогают. Тем более исламинские граждане. Я сам со Славянска. У меня... Мой батальон 70% из исламинских ребят. Это ложь. Не нужно таких великих людей обливать грязью, которых действительно на самом деле нет. Они очень толковые командиры и толковые командующие. И я буду с ними до конца. Кто имеет против что-то Захарченко и Команова, будет иметь дело со мной. Я думаю, Матрова подвигает мои слова. Что есть с ним.